ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство не поддержало законопроект, который предусматривал штраф в 100 тысяч рублей за неисправную или доработанную выхлопную систему. За повторное нарушение авторы документа предлагали конфисковывать транспортное средство на срок до трех месяцев. В отзыве Кабинета министров говорится, что в Коапе уже предусмотрено взыскание за проблемы с выхлопом. Это штраф 500 рублей. Ранее сообщалось, что на улицах российских городов появятся камеры, оснащенные шумомером. Они и будут выявлять слишком громкие автомобили. ТРАССА СТО ОДИН Компания Черри в ноябре собирается запустить продажи кроссовера Тигга 7 Pro с гибридной силовой установкой. Она включает в себя полуторалитровый бензиновый мотор и два электрических двигателя. Общая мощность 235 лошадиных сил. На одной электротяге автомобиль способен преодолеть более 80 километров. Минимальный расход бензина АИ-92 около двух литров на сотню. В оснащение войдут, в частности, кожаный салон, передние сидения с подогревом и вентиляцией, панорамная крыша, единый блок панели приборов и мультимедиа. Ценник новинки пока неизвестен. Стоимость обычного Тигга 7 Pro начинается почти от 2 миллионов 900 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Каждый пятый автомобиль марки Lado, угодивший в ДТП, затем не подлежит восстановлению. Продукция Волжского автозавода, по данным страховщиков, занимает первое место по количеству случаев тотальных повреждений. Затем идут такие марки, как Тойота, Хёнде, Киа, Рено, Фольксваген, Ниссан и Форд. Виновниками серьезных автоаварий чаще всего становятся представители сильного пола. В основном это мужчины в возрасте от 20 до 30 лет. ТРАССА СТО ОДИН Самым продаваемым новым автомобилем лакшери-сегмента в России сейчас является кроссовер Lamborghini Urus. Его начальный ценник превышает 50 миллионов рублей. Далее в ТОП-5, по данным агентства Автостад, находятся Bentley Bentayga, Rolls-Royce Coulinan, Bentley Continental GT и Maserati Gricale. За 9 месяцев 2023 года наши соотечественники приобрели 340 люксовых авто без пробега. Это почти на четверть больше, чем за тот же период 2022-го. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН